Привет, интернет! С вами снова Маруся Черничкина. Костя Черничкин. Я не Черничкин. Он отрицает, но на самом деле, давайте будем честными, Черничкин. Да нет. Короче, сегодня вечер пятницы, завтра нужно выпустить видео. И у нас нет особо вариантов, давай проходить тестики новогодние. Е-е-е, стратегия Юлика и Кузьмы. Моя стратегия смотреть, что делает Соня Хромова и нещадно копировать. Смотри, какие у нас есть новогодние тесты на выбор. Что новогодняя елка расскажет о вашем характере? Мне кажется, звучит очень таинственно. Возможно, но давай посмотрим, что есть еще. Насколько хорошо вы помните новогодние песни? Нормально. Чему стоит научиться в 2020 году? Нормально. Угадайте рождественский новогодний фильм по Эмодзе, я тоже думаю, мы обязательно пройдем. Но давай начнем с новогодней елки. Ну, мне правда интересно, что она о нас расскажет. Давай, хорошо. Так, какая из этих елок больше всего похожа на вашу? Я чуть не не расплакнулась. Ну, наверное, третья. Вот либо вот эта, либо вот эта. Либо третья, либо четвертая. Ну, третья. Ну, и третья. Он так смешно калькулирует результаты. Ага, после одного. Как будто бы, типа, там такой большой выбор. Эстет и перфекционист. Вы уверены, что в человеке все должно быть прекрасно? И лицо, и одежда, и душа, и елка. Мелочей не бывает. Каждый шарик на вашей елке висит. Что ты говоришь? Не знаю. Угадайте, рождественский или новогодний фильм по эмодзи. Мне кажется, тоже прикольно. Первый. Тап то флип, и он, наверное, повернется, и фильм будет. А, ну да. Самолет. Один дома. Как? Ну, типа, она полетела, поняла, что... А я тупой. Да. У холмов есть глаза. Ну, нет. У домов. Отпуск по обмену. Ну, вряд ли. Упс. Ну, согласись, похоже самолеты. Два дома разве что похожи. Телевизор, каска, персик. Персик, это аналогия на жопу? Телек. Что может означать телек? Наверное, телек. Телевизор. Строитель. Фрукты. Фиг знает. Дневник Бриджель Джонс. А, это была каска, типа, этого самого. Я, кстати, ни разу не смотрел Дневник Бриджель Джонс. Напишите, сколько вы вообще догадаетесь. Мне очень интересно, вы все угадаете фильмы? Или меня одни такие? И примерно за сколько, чтобы мы ощущали, как ему тупы. Маленький... Маленький мальчик. Башмак. Ботинок. Вы тоже называете башмак башмаком? Когда Костя говорит слово башмак, ему сразу же плюс 50 лет. Маленький мальчик, ботинок, старичок. Дед и палец вверх. В голове только этот самый Деннис Мститель, или как это его зовут? А у меня, знаешь, что в голове? Ну. Хочу брать, хочу брать. У меня тоже это было. Раз. Стой, я понял. Это реально какой-то... Новогодний фильм. По Фокс Китсу был этот самый Деннис Мучитель, или что-то такое, где маленький мальчик Деннис мучает своего соседа Мистера Уилсона. Нет, это карнавальная ночь. А, потный. А это не кошмар перед Рождеством? Да. Девочка, мальчик, перчатки, любовь. Ну, елки какие-нибудь, я не знаю. Ну, это же... Ну, какая-то... Или, ну, что там сейчас вот это, рождественская ночь, или что-то... Ну, короче, любовная история. Явно. Интуиция. Даже не знаю, что это за темно. Вообще, даже дверь открылся. Это белый квадрат? Ну, типа, это явно семья. Белый квадрат, очки и женщина. А причем в семье, смотри... Дорогая, я уменьшил детей. Отпуск по обмену. Вот это, кстати, был вообще рандом, если честно. А причем был белый квадрат? Потому что был, помнишь, момент, где Джуд Лоу надел себе эту... Вот. Я тут такой тикток видел, смешной, с салфеткой. Какой? Можно покажу. Это просто... Дожди, так вы видели это? А, да. Все, нет, 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 Козь. Нет, нет, нет. Это закончится плохо. Мы сейчас через час проснемся. Я хочу показать... А что я хотел показать? Так, давайте следующий тест. Чему вам стоит научиться в 2020 году? Я считаю, нам стоит пройти этот тест, потому что я, конечно, знаю, чего я хочу вообще там в 2020 году и так далее, но если есть что-то, что может принять за меня это непростое решение, sign me in, Мичис. Чем бы вы занялись большим удовольствием в свободное время? Лежанием на диване, чтением, покупкой предметов для дома, рукоделием, рисованием, фотографированием для себя или в Инстаграм, уходом за собой и шопингом, позалипал бы в интернете в соцсетях, поиграл бы в компьютерные игры. Последнее. Если выбирать все время, типа, лежание на диване, там, ленивое... Поиграл в компьютерные игры, давай я ее проверю. Интересно, а не будут в таких случаях, типа, почему вам стоило научиться в 2020 году, типа, займитесь жизнью, наконец, перестаньте лениться? Какое направление вам ближе? Техническое, гуманитарное или естественно-научное? Техническое. Техническое. Я же не сраный гуманитарий. Техническое. Техническое. Коммуникация. Специально, чтобы, типа, офисные работники не могли сидеть. Тюалет, ну, типа, ободок, да, вот на котором ты, типа, сидишь, он опущен на 15 градусов и ты всегда сидишь и, типа, у любого человека сколько-то пять минут не promet, и очень болен сидеть. Короче, я думаю, что Костя усидчивый человек Кроме такого туалета На нем, я думаю, что не особо удобно Можете ли вы долгое время концентрироваться На чем-то одном? Да, хоть 5 часов играть в игры Что из перечисленного ближе всего к вашим увлечениям? Фитнес, живопись, ведение блогов, инстаграм? Игры, я вижу игры, нажимаю игры Хотел бы я научиться тому Что можно ставить в вашей профессии Но, типа, я сейчас Нашел себе классную профессию Мне все супернравится, но Если бы этого не было То я хотел бы что-нибудь найти Что стало бы моей профессии Да, да, давай Как бы вы описали себя? Вот этой гифкой Идеально Домосед, экспериментатор, перфекционист Люблю поломать голову Нет Мастер на все руки не посетил Общительный, встречаю людей по одежке А можно два выбрать? Наблюдательный человек Домосед, наверное, я, типа Где играть в игры? Конечно же, должен Чем вы любили заниматься в детстве? Играть в игры? Играть с маминой косметикой есть? Почти Играть в футбол или догонялки Основу приказания Что, в принципе, я уже и изучаю Плохой тест Мне он не помог Возможно, не поможет и вам Не советую, не рекомендую Не выводите этот ролик В рекомендованных Ролик не выводите в рекомендованных? Офигеть, что ли? Нет, выводите, пожалуйста Хоть какое-нибудь Вы собраны и мыслите логически Для вас удовольствие Это решение сложных задач Попробуйте свои силы в программировании Так как этот навык поможет Ой, в смысле, может Пригодиться в работе Или стать основным видом Вашей деятельности Чем бы я занималась В свободное время? Я бы, наверное, занималась Так, ну я бы, наверное, типа Позалипала в соцсетях В интернете И называла бы это Типа, что я Насматриваю контент Типа, вдохновляюсь Какое направление ближе? Гуманитарное Как мы помним Костя не особо ценит Гуманитария Я аутист Усидчивый человек? М-м Можете ли концентрироваться Долго на чем-то одном? М-м Так Ну, деятельность в соцсетях Ну, я боюсь, что, типа Если я скажу, типа Деятельность в соцсетях Они скажут Заведите блог А я такая, лол Он у меня уже есть Давайте создание интерьера Маша просто любит в Sims играть Это то, на чем мы сходимся Создание интерьера И Костяны игры Хотите ли вы научиться тому Что может стать вашей профессией? Типа, вот Неважно Типа, вот Все наши, вот Типа, там Сколько уже С 2008 11 лет Это вот, типа Ты любишь интерьеры А я люблю Sims И вот поэтому, типа Мэйдж, да? Да Как бы вы описали себя? Это Массет Экспериментатор Перфекционист Знаете, что? Общительный Чем вы любили заниматься в детстве? Вот этой гифкой я занималась Смешно Так, эммм Я любила создавать подделки Я очень много занималась, типа, подделками из гипса Я собирала конструктор У меня был мой любимый У меня никогда не было лего Но у меня был мой любимый конструктор Общаться с другими детьми, понятное дело С маминой косметикой, кстати Я не играла Самое-самое Крутое Любимое У меня надо собирать конструктор Дизайн интерьера Я говорю, тут был вопрос решающий Если бы я выбрала деятельность соцсети А мне вот даже интересно Что я там Люблю уют и красоту Давайте вот сейчас я то же самое отвечу Сейчас И Веб-дизайн Кстати, веб-дизайном я занималась когда-то Да Тихо-тихо-тихо Меня хвалят Вы обладаете творческим мышлением Но при этом дисциплинированы и сосредоточены Любите все раскладывать по полочкам Это из-за того, что я конструктор выбрала Интересно Заниматься мы этим, конечно же, что? Не будем Возможно, и будем Надо подумать, кстати, об этом Да? О, какой напиток выбрали на Новый год Да, давай его Блин, это очень интересно Что бы вы предпочли выпить прямо сейчас? Что-то теплое? Что-то вкусное? Что-то крепкое? Что-то легкое? Кофе Вот прямо сейчас Да В 2 часа ночи Да Я бы выбрал выпить сейчас Что-то легкопрохладное Освежающее, может быть Как вы хотите встретить Новый год? С семьей Вдвоем На дружке-учеринке На гулянии в центре города Вообще Вообще вдвоем С любимым человеком За закрытым столом Типа вот так вот вдвоем сидим За закрытым Именно за закрытым столом Угу Ну да Давай пальчиком твой нажмем, что вдвоем Такой-то романтик Ой, я просто кукуху уже поехал Так, выберите новогодний фильм Карнавальная ночь Ирония судьбы или с легким паром Тут без вариантов вообще Ирония судьбы? Конечно Без чего нельзя представить ваш новогодний стол Запеченное мясо Гусь в яблоках Оливье или селедка под шубой Самые разнообразные сладости Лол Оливье, наверное Гусь в яблоках? Ну да, это же типа типичное русское блюдо У всех на столах есть гусь в яблоках Блин, а прикинь, оно реально типичное русское А мы с тобой не знаем Вы бы хотели, чтобы Дедушка Мороз принес вам Любовь Выкрашенный лотерейный билет Счастье на целый год Абонимент в бар Это мой секрет Это мой секрет, потому что если мы скажем То это точно не сбудется Мне так кто-то рассказывал В чем истинный смысл новогодних праздников? Выпивка, веселье, подарки, время с семьей Это еще один секрет Это семейный праздник То есть тут типа семья Но это праздник И значит веселье Значит семья и веселье Больше от, наверное, времени с семьей Глинтвейн Глинтвейн Ну, кстати, нормас Но он, правда, горячий Ну, если на него подуть Теперь ты, да? Да, я тоже хочу Прямый горячий шоколад Кстати, заходите на канал Инстекс И смотрите, как Маша делает горячий шоколад Кстати, да Сегодня прямо вышел уже ролик И я там делаю горячий шоколад Тест-предсказание Что ждет вас в этом году? Вот именно вот это я и хочу Про эти, давай Выберите картинку И узнаете свое предсказание Кто первый? Ты Давай А их тут много Ну, что-то они еще какие-то Давай, делайте Так, не эта, не эта, не эта Не шестая Ну, пятая ничего Нет, не пятая Ну, не все, не много Да, это какая-то уютная Хочешь испытать судьбу? Получить квартиру? Удачу? Удачный выкраш тебе маячит Держи крепко в руках свою удачу Ой, как было громко А мне как раз понравилось пятая С пряней Видишь, там пряня есть Дорога дальняя всегда К перемене мест Поманить тебя Обязательно в край чудес Захочется тебе общения Оставишь быстро дом свой Без сожаления Алло Значит, я тут ее люблю Обнимаю Держу свою удачу А ты такая Ха, пока Вот, смотри И уехала за общением Нет Куда? Кому? Вот так и начинаются скандалы Наши семейные А потом Все сказано? Все предсказано? Написано? Черным по черному Белому Нет, смотри Просто дело в том Что тебе нужно держать Крепко в руках удачу Потому что я-то переезжаю И ты, чтобы переехать со мной Должен меня крепко держать Вот я тебе как все раскидала Но меня спросили Хочу ли я уезжать Ну, это уже дело десятое Мне кажется, что на этой Минорно-мажорной ноте Можно заканчивать Наши сегодняшние тестики Мы не мажоры с тобой Нет, мы не мажоры Мы миноры Вот такие вот были тестики В 2 часа ночи Я надеюсь, что вам они понравились Выпусти этот видос Тоже в 2 часа ночи Чтобы, типа, люди Ну, типа Релейт-нулись В нашу ситуацию Такие, типа, полусонные Тоже смотрели Напишите, если вы тоже смотрите это А у вас 2 часа ночи Спасибо большое за просмотр Подписывайтесь на меня Подписывайтесь на Костю Смотрите видео На канале Инстекс Я есть в Одноклассниках Мой мир И Гугл Плюс И Ваське его еще Можно иногда найти Да 4-5-7 4-4-3-5-2 Спасибо вам за просмотр Мы по-прежнему вас очень сильно Любим Целуем И, конечно же Обнимаем Давай Раз, два, три На Отсюда тоже А у меня там герпес А то Внутри Редактор субтитров